Образование древнерусского государства. И сказали себе, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам. Сказали, чуть, словени, кривичи и весь, земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. Повесть временных лет. Первые князья. В IX веке племена, жившие в европейской части современной России, начали объединяться, создавая крупные сообщества. На севере, вокруг озера Эльмень, сложился союз, в который входили славянские племена, эльменские, словени и кривичи, а также финно-угорские племена, чуть, меря и весь. Причиной объединения, видимо, стала борьба с набегами воинственных соседей. Эти племена платили дань варягам. Одни историки считают варягов скандинавами, другие – славянами, обитавшими на южном побережье Балтики. Примерно в середине IX века местное население, объединившись, отказалось платить им дань. Однако, вскоре противоречия между племенами привели к междоусобной войне, выходом из которой стало призвание посредников варяжских князей. На севере восточнославянских земель первыми князьями, согласно летописной легенде, стали варяги, братья Рюрик. В 862-й, 879-й годы – Трувар и Синиус. В 862-м году они обосновались в городах Новгороде, Изборске и на Белоозере. Однако княжеская власть была известна восточным славянам и прежде. Рюрика новгородцы пригласили на уже давно существующую должность князя. На юге, в земле полян, первыми князьями, которых называет летописец, тоже были братья Кий, Щек и Хорев. По преданию, они построили на берегу Днепра город, назвав его по имени старшего брата Киевом. Братьев принято считать представителем местной полянской знати. Есть и другая точка зрения, основывающаяся на словах летописца. После смерти Кия, Щека и Хорева поляне платили дань породу братьев, то есть их родичам – хазарам. Итак, князья, возглавившие ранее восточнославянские объединения, скорее всего, были иноплеменниками. Однако неверно считать, что славяне не могли самостоятельно создать государство. Просто во главе древнейших государств обычно становились выходцы из других народов. Объединившиеся племена предпочитали, чтобы ими управляли иноземцы. Почему? Скорее всего, потому что людям пришлым легче было разрешать противоречия и споры местной родовой знати. Используя карту, сравните возможности торговых путей из варяг в Грекии и из варяг в Хазары. Докажите особую роль городов Киева и Новгорода в образовании древнерусского государства. Объединение земель восточных славян Сведения о первых киевских князьях, сохранившиеся в древнерусских летописях, немногочисленны. Летописная легенда рассказывает, что вскоре после прихода в земли восточных славян Рюрик и его братья умерли. У Рюрика остался сын Игорь, 912-945 годы. До совершеннолетия молодого княжича власть перешла к его родственнику, князю Олегу, 879-912. Согласно преданию, в 882 году Олег обманом захватил власть в Киеве, убив правивших там Аскольда и Дира. Сюда он перенес из Новгорода свою столицу. Теперь киевскому князю подчинялись и северные, южные и восточнославянские земли. С этого момента принято говорить об образовании восточнославянского государства, которое называют древнерусским. Поскольку столицей государства стал Киев, иногда это объединение называют Киевской Русью. Киев и Новгород, два центра государства, стояли на конечных точках одного из важнейших международных торговых путей. Из варяг в греки. Этот путь соединял скандинавские страны с Византией. Олег подчинил племена, жившие вдоль торгового пути. Древлян, северян и родимичей. Это позволило киевскому князю не только контролировать торговлю, но и собирать дань со славян. В 907 году Олег совершил военный поход на столицу Византии – Константинополь. В результате были заключены выгодные для Руси торговые договоры с греками 907 и 911 годов. Первые русские князья ставили перед собой три главные задачи. Во-первых, объединить все восточнославянские части финских племен под своей властью. Во-вторых, контролировать рынки сбыта русских товаров. В-третьих, защищать торговые пути от нападений степных кочевников. Первые законы древнерусского государства. После смерти Олега приблизительно в 912 году киевский престол занял князь Игорь. Впервые князь получил власть не путем вооруженного захвата, а по наследству. Первые годы княжения Игоря оказались непростыми. Часть племен, которые подчинил Олег, отказались платить дань. Игорю пришлось вновь завоевывать эти территории. Неудачным оказался и поход Игоря на Константинополь. В 941 году греки сожгли корабли киевского князя, и он вынужден был ни с чем вернуться домой. Только в 944 году ему удалось заключить новый торговый договор с Византией. Вскоре после этого Игорь отправился в очередное полюдие – ежегодный сбор дани со славянских племен. На обратном пути он попытался взять с древлян повторную дань и был убит. Вдова Игоря, княгиня Ольга, 945-964 годы, жестоко отомстила за смерть мужа и вновь покорила древлян. Киевская княгиня упорядочила сбор дани, установив ее точные размеры, так называемые уроки, и определив места сбора по госты от слова гость. Так впервые появились законы, регулирующие отношения между государством и его подданными, а княгиня Ольга I проявила себя как глава государства. Укрепление международного положения Руси. Наследником Игоря стал его сын Святослав, 964-972 годы. Всю свою жизнь Святослав провел в сражениях. Он организовал ряд походов против хазарского каганата, угрожавшего южным границам Руси, и разгромил его. Киевский князь утвердил свое влияние на берегах Волги, Дона и Азовского моря. Поставил под контроль торговый путь из варяг в хазары. Еще больше интересовал Святослава река Дунай, торговый путь, ведущий в сердце Европы. В 968 году князь договорился с византийским императором Никифором Факоя в совместной борьбе против Первого болгарского царства. Поначалу военное счастье улыбнуло Святославу. Ему даже удалось занять столицу Болгарии – Великий Преслав. Однако победы киевского князя напугали греков. Они решили использовать для ослабления своего союзника Печенега. В самом конце IX века их орды ворвались в степи между Волгой и Доном. Уже в середине X века Печенеги овладели всей степью, разорили многие хазарские города. Это в значительной степени помогло Святославу одержать победу над хазарским каганатом. К концу века Печенеги, говорившие на одном из тюркских языков, уже господствовали в степях Северного Причерноморья. Они представляли серьезную угрозу для южных городов Древней Руси. Во время болгарского похода Святослава Печенеги осадили Киев. Столица Руси едва не сдалась кочевникам. Святослав вынужден был спешно вернуться домой для спасения гордой своей семьи. Княгиня Ольга о Киевской знать укоряли князя, с тревогой говорили о забвении им внутренних дел государства. Однако Святослав решил вернуться на Дунай. Он задумал подчинить не только Болгарии, но и Византии. Весной, летом 971 года греки осадили Святослава в крепости Доростол. Разорвать кольцо осады русам не удалось. Тяжелые потери и угроза голода заставили Святослава пойти на заключение мирного договора. Русские дружины вынуждены были покинуть Болгарию. На обратном пути в Киев князя подстерегли печенеги. Греки предупредили их о том, что Святослав с богатой добычей и небольшой дружиной возвращается на Русь. В схватке с кочевниками на Днепровских порогах в 972 году Святослав погиб. По преданию, из его черепа печенежский хан Куря сделал драгоценный кубок, из которого пил по праздникам. Благодаря военным походам Святослава международные позиции Руси значительно окрепли. Языческие боги, славяны, первые русские князья. Перед последним походом в Болгарию Святослав посадил своих сыновей на княжине в крупнейших городах Древней Руси. Старшего Ярополка он оставил княжить в Киеве. Владимир сел в Новгороде, а Олег отправился в Древлянскую землю. После гибели отца между князьями Святославовичами началась борьба за власть. В ходе нее погибли Ярополк и Олег. Киевским князем стал Владимир Святославич. 980-1015 годы. Первым самостоятельным шагом молодого князя стала языческая реформа 983 года. Владимир захотел поставить языческую веру на службу государству. Восточные славяне поклонялись различным божествам, олицетворяющим силы природы. Князья Олег и Игорь, их дружины, подписывая мирные договоры с Византией, клялись богом, громовершицам, перуном и велесам, скотием богом. И только княгиня Ольга, первая из княжеской семьи, приняла крещение по православному обряду. Мудрая правительница понимала значение христианства не только для себя лично, но и для всего государства. Все соседи Древней Руси уже встали на путь единобожия. Волжская Болгария была исламским государством. В Хазарии главной религией был иудаизм. В Болгарии, Венгрии, Польша стали христианскими странами. Однако князь Владимир поначалу оставался верен язычеству. Он попытался сделать Киев духовным центром языческой Руси. С этой целью в Киеве было создано единое капище, место поклонения, божеств, которых почитали восточные славяне и другие народы, входившие в состав Древней Русского государства. На холме в столице установили изображения богов – Перуна, Хорса, Дашбога, Стрибога, Симаргла и Макоши. Только Перун и Макош были для киевлян своими богами. Перун в летописном перечне занимает первое место. Его идол был якобы украшен золотом и серебром. Перуну, покровителю князя и дружины, отводилось господствующее положение среди божеств. Распределением богатств ведали Дашбог и Стрибог, почитавшиеся предками славян. Единственное женское божество Макош, судя по всему, была славянской богиней, плодородией женой громовершица Перуна. Упоминающиеся летописцам Хорс и Симаргл – божества иранского происхождения. А Велесу или Волосу на копище места не нашлось. Возможно, потому что его покровители домашних животных особо чтил простой народ. Однако языческая реформа Владимира не имела успеха. Вскоре в Киеве устремились миссионеры, предлагавшие князю свои верования. Редактор субтитров А.Семкин